Исследовательские проекты школьников из Коми стали лучшими сразу в нескольких номинациях на 10-м робототехническом фестивале «Профест». Больше 60 участников всех возрастов представили свои проекты в пяти соревновательных направлениях. Победителем в номинации «Лучшие новаторские идеи» стала команда «Войд» Сыктывкарского детского сада номер 111. Первое место среди исследовательских проектов «Умной технологии. Роботы на службе города» завоевала также Сыктывкарская команда учеников 25-й школы. Мы сделали 2 и 2. Он очищает воду от классика, и я с него волнуюсь. Вам понравилось участвовать? Да. Профест впервые стал крупнейшим в Европе событием в области детского и молодежного инженерно-технического творчества. Он соединил соревнования по 25 робототехническим дисциплинам, состязаниями по профмастерству среди школьников Junior Skills, а также конкурсом юниорских корпораций. Фестиваль собрал 7,5 тысяч участников. Это 1800 команд из 74 регионов России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Делегация из Коми стала одной из многочисленных. В настоящее время в республике Коми очень активно развивается техническое творчество. Все больше и больше образовательных организаций открывают в себя кружки по робототехнике, по другим направлениям технического творчества. Также активно развивается конкурсное движение. Четвертый год подряд у нас проходит оригинальный отбор на фестиваль «Робофест». Второй год подряд у нас проводится оригинальный этап Junior Skills. На фестивале также провели финальный этап Всероссийской Олимпиады по робототехнике для школьников. 800 финалистов региональных отборов, в том числе 30 из Коми. Победители Олимпиады смогут претендовать на зачисление в МГУ без экзаменов, а призеры на получение 100 баллов на внутреннем экзамене.